Друзья, родные подозревают убийство, всплыли новые детали по поводу загадочной смерти 35-летнего сына главы Роснефти. И тут мы с Марией Максаковой пытаемся раскрыть эту загадку, потому что все меди публикуют эти фотографии. Мария сейчас вам расскажет, что на самом деле они не имеют отношения к реальному сыну, тот тому, который погиб. Вот реальная фотография сына. Мария, вам слово. Добрый день, Даша. Я вас приветствую, приветствую нашу аудиторию. Давайте разбираться вместе, потому что история действительно странная. Значит, то, что вы сейчас видите перед собой на экране, это скрин с сайта Федерации конного спорта, которую возглавляет первая жена Сечина Марина. И тут я должна сказать, что странное, казалось бы, увлечение. Я не знаю, сколько она вообще владеет приемами или навыками верховой езды, но знаю, что ее, как бы вам сказать, уговорили представители солнцевской группировки возглавить этот самый клуб, то есть Федерацию конного спорта. Ну, это так, знаете, добавляет, с одной стороны, вроде бы как ей какого-то престижа, а самое главное для этой группировки, конечно же, близость с, пускай и бывшей, но все же женой Сечина. Поэтому вот для Верина, например, и многих других было принципиально важным создать такой, как бы, ну, клуб неформального общения для себя с такой особой, которая может, если что, замолвить слово в самой кризисной ситуации. Поэтому, в общем, она стала главой этой самой Федерации. Ну и, как мы видим, на сайте Федерации написана совершенно другая версия произошедшего. Там совершенно ничего не сказано ни о каком тромбе, а наоборот сказано, что, дескать, он погиб. Ну и, кроме всего прочего, мы видим на сайте Федерации настоящую фотографию вот этого самого сына Сечина. Потому что тот снимок, который выдают за сына Сечина, на самом деле, это фотография Устинова, то есть, по сути, внука Сечина, но только у него двое детей. Инга, дочь, которая выходила в свое время и была женой, соответственно, Устинова, это сын генерального прокурора Устинова. Вот в этом браке у нее появился вот тот самый сын, которого мы сейчас видим на экране. То есть, он является внуком, соответственно, Сечину и племянником его сыну Ивану, если бы, то есть, их родство таково. Соответственно, значит, почему, во-первых, нужно показывать фотографию другого человека под видом сына? Почему пишется о том, что, значит, якобы тромб, при том, что все говорят или говорили о том, что он вор, мажор, и, ну, то есть, прорывалась какая-то информация в виде слухов или сплезен, что там, значит, очень модный есть наркотик под названием мифедрон, и что, действительно, все там они повально его употребляли, ну, и, вероятно, что просто он не выдержал, то есть, такого количества. И, несмотря на сравнительно еще, ну, не старый, как бы не пожилой возраст, ну, может быть такое, что он, ну, вот, организм не справился. Но дело в том, что тут, видите, все странно. А почему тогда рассказывать про тромба? Почему вешать другую фотографию? А что там они выносили, на самом деле, из-за квартиры, если, допустим, в этом гробу, допустим, не было вообще никого? То есть, может, его куда-то спрятали? Может быть, он влип в какую-нибудь историю, и надо было срочно устроить какую-то такую вот инсценировку даже? Кто это знает? Но, опять-таки, может быть, действительно произошла какая-то ситуация, при которой вот он погиб, как написано на сайте Федерации конного спорта. Я больше склонна верить в это, потому что, ну, как ни крути, конечно, она там жена и бывшая жена упыря там, и мать какого-то там мажора. Но, тем не менее, она все равно, наверное, какие-то вот именно материнские чувства то есть выдавала к этому своему сыну, и поэтому, наверное, она не хочет вместе со всей пропагандой повторять какую-то выработанную версию, которая, очевидно, не соответствует действительности с ее точки зрения, хотя бы так. Ну, в общем, если представить себе, что при каких-то загадочных обстоятельствах он все-таки, например, как она пишет, погиб, то есть произошло это насильственным образом, ну, соответственно, тогда все-таки его в живых нету. Ну, конечно, тогда непонятно, почему не ставится фотография его настоящая, а почему ставится фотография другого человека. То есть это оставляет какое-то поле для размышлений, а не пытаются ли его где-то там в каком-то другом государстве легализовать. Пипец. Я ничего не понимаю вообще. Добрый день, друзья. Мария Максакова, я не знаю, вот про нее, как про певицу ничего не могу сказать, хотя каждый раз оставляю отрывок из своей беседы со Стасом Садальским, где он показывал, как она поет. А вот актриса, она никакая. Ну, вы знаете, она вот даже не умеет сыграть, зачитывая без конца вот эти вот записки, которые в СБУ или где-то еще приготовили. Она даже не может сыграть это убедительно, как будто она от себя произносит этот текст. Она считывает это там с какого-то, не знаю, суфлера или с какой-то бумажки. Очень плохо, очень плохо. Позорит, вообще говоря, не только свою фамилию, это понятно. Там вообще Максакова это те еще персонажи, без клан. Она позорит цех. Я говорю про богему. Причем не только про российскую богему, а в целом про богему. А российскую богему она точно позорит, потому что люди-то там талантливые. А здесь вот просто таланта, как актрисы, просто ноль. Ну, совсем плохо, совсем плохо. Ну, а как поет, я еще раз сейчас напомню. Ничего. Маша, вот почему с Людмилой там поругались. Маша Максакова думает, что ее голос, во-первых, поет очень вульгарно. О-о-о-о! О-о-о! Это ужасно поет. И никто билет ее не покупает на нее, понимаешь? Потому что предателей никто не любит. Потому что она очень вульгарно поет. Нет какой-то культуры пения, хотя голос красивый, но начинает выпивать. Это просто карикатура, журнал «Крокодил». Ну, вот, может быть, поэт на это обиделась Людмила из-за дочери. Золотая рыбка. Станислав Садальцев.